Раскудрявый клён зелёный лист резной, здесь урнулён, а мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной. С песнями и увлекательными рассказами. В День Победы по городу ездил специальный экскурсионный троллейбус. Маршрут его проходил через центр, по проспекту Ленина, через площадь Победы, Революции и по Шереметьевскому проспекту. Прокатиться на троллейбусе могли все желающие горожане. Экскурсоводы рассказывали о тыловом прошлом города и его героях. Наиболее памятные места – это, конечно, центральные госпитали, а у крупные. Это памятник площади Победы, памятник у героев фонта и тыла на Фридриха Энвельса. То есть памятные места, у их на самом деле, крупных таких нет в Иванове, потому что боевых действий не происходило в Иванове. А мелкие места, какие-то госпитали, а герои Советских Союзов, их, конечно, можно рассказать. Александр Шилов сел в троллейбус сразу после митинга на Шереметьевском проспекте. Он не понаслышке знает, что такое война. Говорит, не придумали еще таких слов, которые выражали бы все чувства ветерана в этот день. Бойцы Красной Армии, не жалея своих сил, своей жизни, падая, умирая, и попадали вот в такие условия неизвестности. А сколько таких? Ой, много. На моей жизни, на моих глазах умерло тысячи людей. И даже первая моя любовь погибла в первые же дни. Только приехали на фронт и погибла. Работы экскурсовода на маршруте было немного. И это не потому, что в Иванове не о чем рассказать. Рассказов хватало у пассажиров. Впрочем, этого и стоило ожидать. У каждой ивановской семьи есть своя горькая история о военном прошлом. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.